Все приходили боясь судьбы Тарасова, что он отказался участвовать в вашем лагере развития. Если вы по судьбе Тарасова будете, вы Тарасу спросите. А он говорит, у Динамо спросите. Ну, я не буду эти вещи, они такие очень интимные, я не хочу их выносить. И никак они не связаны с лагерем развития. Но он не приехал и покинул клуб. Вот следующий этап, нет, там промежуток, он не приехал и покинул клуб. Вот в этом промежутке. Были сборы в Нижнем Новгородище. Там кроется. Там кроется? Там кроется, да, кое-что. Ну, не знаю, все сейчас боятся, говорят, если... Ну, не правда, нет, там были кое-какие вещи еще. Но у Васвисенко только не было на этот раз из команды. А молодежь одна в команде. Привет, к этому событию мы еще вернемся. Главное же, Антон Бурдасов впервые за 10 лет забил за родной трактор. И хотя это летний, но весьма ответственный турнир. ЦСКА уступает Динамо в розыгрыше Кубка Мэра. Но в соцсетях напоминает, что предыдущие два поражения привели к Кубку Гагарина. А главный тренер Белоголубых отомстил ветерану. Днем в четверг удивила московская Динамо. Клуб отказался от услуг Михаила Фисенко. Причем контракт с ним расторгли очень быстро. Уже известно, что нападающий подписал соглашение с Металлургом из Магнитогорска. То есть речь не идет о некрасивом расставании за неделю до старта турнира, когда спортсмен остается ни с чем. Тут другая история. Известно, что Белоголубые под руководством Алексея Кудашова организовывали лагерь развития перед официальным выходом хоккеистов из отпуска. И я не случайно, интонационно отметил это выражение. Лагеря проводят во всех командах, но по сравнению с Динамовским есть существенные различия. Чаще всего руководители настаивают, чтобы на такие мероприятия приезжала исключительно молодежь. И это правильно. Никому неизвестно, как опытные пацаны готовятся к сезону. Да у некоторых и нет средств оплачивать лед. Но все остальные работают по желанию. Так было в СКА или в Локомотиве. А именно, на эти клубы кивали, когда оправдывали незаконный сбор. Разница же в том, что в Санкт-Петербурге или Ярославле возрастных ребят приглашали, если тем удобно было заниматься в общей группе. Но в Динамо была обязаловка. Практически всем звонил или писал главный тренер Алексей Кудашов. Отказаться было невозможно. И даже на это можно было закрыть глаза. Но лагерь у динамовцев – это двухразовые обязательные тренировки, довольно спорные кроссы на 10 километров. Это самый настоящий сбор, который не предусмотрен регламентом. Фисенко был единственным, кто отказался. Объяснил, что у него есть своя арена для работы. Плюс он женится, так что никак не может ездить в Новогорск. Кудашов промолчал, а расплата случилась в четверг. Подобное уже происходило с Даниилом Тарасовым. И хотя сам главный тренер опровергает, что отказ приехать в лагерь и обмен в Акбар связаны, похоже, что это не так. Про спортивную составляющую перехода поговорим, когда Магнитогорский клуб официально объявит о трансфере. Но московский клуб понес очень серьезную потерю. В другом московском матче Спартак только в овертайме дожал Витязь 5-4. При этом они упустили победу в основное время за несколько секунд. Тревожный сигнал, а их много в этом межсезонье для Спартака. Кунь-Лунь подписывает нападающего Бретта Поллока. Его единственное достижение в карьере – мемориальный кубок в 2014 году. А Локомотив теряет ведущего защитника. Локомотив начнет сезон без своего ведущего защитника. Один из самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ Алексей Марченко получил травму. Причем она настолько серьезная, что капитан команды пропустит первые два месяца турнира. При благополучном исходе он вернется на площадку лишь в ноябре. Раньше никак не получится. Это не то повреждение, которое может зажить досрочно. Есть определенный срок восстановления, проверенный годами. 12 недель нельзя выходить на лед. Но зато потом, хоть сразу начинай играть, никаких проблем возникнуть не должно. Конечно, так не получится. Все равно придется потратить какое-то время на то, чтобы набрать форму. К счастью, не запрещено нагружать здоровую часть тела. Так что Марченко существенно сократит период возвращения на площадку. Но что это значит для Ярославского клуба? Потеря очень серьезная. Не просто так Алексею платят большие деньги. Он лидер обороны, человек, который не паникует ни при каких обстоятельствах. Кроме того, у этого защитника есть важное качество, которое характерно скорее для классных вратарей. Допуская какую-то ошибку, Марченко не расклеивается, а забывает о ляпе через секунду. И уже в следующем эпизоде может сыграть так, словно ничего не случилось. Конечно, у Никитина проблема. Как ее решать? На первое большинство будет выходить Сергеев, который как раз ушел из Динамо, считая, что ему мало доверяют в неравных составах. На льду больше ответственности выпадет на Рафикова, который является одним из ведущих игроков. Удивительно, что Никитин отправил в молодежку Кожевникова, производившего неплохое впечатление в летних матчах, но оставил Симашева. Хорошо и то, что Марченко не будет только два первых месяца турнира. С ноября до февраля можно будет решить проблемы, если они возникнут. Ветеран Александр Попов пока никак не ответил на предложение ЦСКА войти в административный штаб команды. Он пока думает, уверен, что это связано с его восстановлением после травмы. Вот когда полностью вылечится, тогда решит, что делать дальше. И последний. Илья Ковальчук, кажется, определился с продолжением карьеры. В сентябре он примет участие в медиалиге. Это футбольный турнир, организованный РФС. Вот эту потерю хоккей перенесет спокойно. Забирайте его навсегда. До свидания. Мы строим свою работу с легионерами следующим образом. Мы примерно знаем те опасения, которые у них есть. Вопросы, в первую очередь, связаны с безопасностью, с передвижением внутри страны. Иногда задают такие вопросы, что чуть ли там мы не можем летать внутри Российской Федерации. А как мы будем ездить там на матч, у вас нет самолетов. Мы каждое их опасение, с которым они живут, и в логике которой пытаются принять решение, его отрабатываем. Вывод средств, там, зарплату. Мы в том году применяли практику в рамках российского законодательства, что зарплаты уходят прямо на их валютные счета в странах, в которых они живут. То есть они в этом плане понимают, что хоккейный клуб «Трактор», несмотря на перевод от физлиц там за границу запрещен, хоккейный клуб «Трактор» обеспечил получение заработной платы в полном объеме на их счетах. Конечно, это работает и сработало в том году в нашу пользу, что все ребята остались в команде. И сейчас, я повторюсь, много вопросов связано с безопасностью. После задержания баскетболистки, они нам постоянно говорят, вот мы прилетим, нас арестуют. Мы говорим, ну наркотики не везите через границу, никто вас не арестует.